Музыка Товарищи, со вчерашнего вечера на Макеевском и Солочском заводе, это в Донецкой районной республике, началась приостановка работы до полного повышения должности по заработной плате. Есть предложение от рабочего комитета, от российского комитета рабочих обратиться в поддержку к рабочим Макеевскому и Солочского завода. Как понять, полное повышение заработной платы? Полное повышение. От повышения? Полное повышение. У них долг, остаток за июль почти тримеется долга. Это типичная ситуация для предприятий. Обращение российского комитета рабочих к рабочим Макеевскому металлургическому заводу. 17 октября рабочие Макеевскому металлургическому заводу приостановили работу до полного погашения долга по заработной плате. Такая приостановка – законное требование. Не стоит верить обещаниям, которые представители работодателя не выполняют. Только выплата долга по заработной плате в полном объеме должна быть основанием для возобновления работы. Российский комитет рабочих поддерживает справедливые законные действия рабочих Макеевского металлургического завода и призывает рабочих Енакиевского металлургического завода и Алчевского металлургического комбината присоединиться к действиям товарищей. Вот в такой редакции. Уважаемые товарищи, куда? Странно звучит обращение к рабочим, а в самом тексте, в перетерти к речи улице, что вот рабочие, не рабочие, а вы, вы сдача и за застовку, вы дошли до кого-то, мы вам предлагаем и Енакиевым предлагаем. Обращайтесь к рабочим. Не вот так вот, что вот рабочие-то какие-то, а вы раз мы обращение к рабочим делаем. То есть вы работники, рабочие такого-то предприятия и так далее. Вы. А мы вас поддерживаем. А мы вас поддерживаем. Выражаем вам свою солидарность. Подредактируем или как? Да. Как хотите. Наверное, наверное, на уши работают. И с авторцов вашим, поэтому... Ну, мы тут уже коллективное у нас... То есть рабочие, длите вы. Все, вопрос. Решен? Вы, да. То есть получается... Обращение, это вполне допустимо, вы. Ой, господи, рабочие, да? Если мы обращаемся вы, это уже что-то вроде листовки получается. В листовке, да, такое обращение... Я бы хотел обратить внимание, что обращаемся, конечно, к рабочим... Макеевского, не будем видеть, что в зале, но на смотрели будут и другие товарищи. И вот информация о том, что долг есть, и так далее, и что они 17-го остановили... Это Макеевск, известно, а не Макеевск, совсем неизвестно. По какому поводу вообще обращение? По этой микроприамбуре, если все нормально... Я немного просто еще... По-моему, вот... Оставим, да. Да, немного просто... Как это все получилось? Мы начали три недели назад организовать... Пытаться организовать коллективные действия совместные Алчевского металлургического комбината и Натевского металлургического завода. А Макеевцы, они там были как приглашены, как... Все работает, на них никто с арху не делает. Просто неожиданно вчера они созрели и вечером позвонили, говорят, вот мы остановили. Ну, молодцы, ну, хорошо. Надо было хотя бы... И просто учитывая, что сейчас на них там давит организация, там обещают какие-то проценты, чтобы хоть какая-то поддержка была. Вот с Дианой так говорили, что сейчас отдельно она этот кусочек выделит, и можно будет вернуть, чтобы, по сути, тема это все раскинулось, и это будет большая поддержка, так сказать, для более уверенной экспозиции. В общем, я... Просто я не понял, что там... Тогда надо договорить по-другому. Как это заглавим? Обращение к рабочим Донбасса. С призывом поддержкой. По действиям рабочего коллектива по Киевскому заводу там. Нет, надо... То есть, если мы... К рабочим заводам обращаться? Ко всем... Ко всем заводам? Ко всем, так сказать... Адресно, ну, то есть, конкретная длина. Ко всем рабочим... Слушайте, давай так оставим. Нормально, всем понятно все. Обращаться в поддержку вот этих двух заводов. Да. Наша позиция ясна. К кому мы обращаемся, все понятно. Обращение к рабочим... Обращение Российского комитета рабочих к рабочим Донбассам... Поддержку... Поддержку... Не, надо Макеевскому... Поддержку Макеевскому... Поддержку... Поддержку... Рабочих... Заводов... Минокурористов... Заводов... Вы хотите... Предложить название... Все суть, что ли? Ну да, как-то... Название... Больше чем... Комитет к этим... Поставить префоним... Комитет... К Макеевскому заводу... Все... К рабочим... Тут не суть важна, тут самое главное для них сейчас любое видео, это как-либо из России, это вот для них вот как... Вот как... Состав как было... Нормально, все? Да, нормально... Теперь название будет звучать так... Обращение Российского комитета рабочих к рабочим Донбасса в поддержку рабочих Макеевского металлического завода... На самом начале было обращение к рабочим Донбасса... На это можно оставить... Да... И все, да? В поддержку уберем... Потому что все понятно из текста... Перегружено название... Да, перегружено... Получается обращение Российского комитета рабочих к рабочим Донбасса и дальше текст, который был зачитан... Хорошо... Да... Товарищ Пациентчик... На голосование... На голосование... На голосование... Уважаемые товарищи, предлагается принять обращение, проголосовать за то, что Российский комитет рабочих обращается к рабочим Донбассу... Кто за, прошу выставать... А вот, кто же с ним... Кто против... На голосование... Обращение Российского комитета рабочих к рабочим Донбасса... 17 октября рабочие Макиевского металлического завода приостановили работу до полного погашения долга по заработной плате... Такая приостановка, законное требование... Не стоит верить обещаниям, которые представители и работодатели не выполняют... Только выплата долга по заработной плате в полном объеме должна быть основанием для возобновления работы... Российский комитет рабочих поддерживает справедливые законные действия рабочих Макиевского металлического завода... И призывает рабочих Енакиевского металлического завода и Алчевского металлического комбината присоединиться к действиям товарищей... Уважаемые товарищи, обращаюсь сейчас к товарищам с решающим голосом... Выйдите и быстренько, буквально пару слов о Российском комитете... Понравилось, не понравилось, свои отношения... Здравствуйте, меня зовут Дмитриев Максим Денисович... Я являюсь грузчиком, комплектовщиком в городе Ленинград... На складе промышленных комплектующих и обслуживания станков завода... Я первый раз был на Российском комитете рабочих... Направив сюда, мой коллектив конкретно ничего не наказал... Сказал, слушай, запоминай... Нам... Если ты говоришь, что тут все так, как есть... Здесь делится опытом для того, чтобы бороться... Тогда записывай все, что есть... Вот... Сформулируй какие-нибудь вопросы... Вопросы я формулировал, но... Видимо, из-за неопытности пока в голове только... Они были сумбурны... Но даже так, не задавая их, я, общавшись с каждым... Ну, с большинством делегатов, уже опытных в борьбе, получил... Огромный опыт, получил ответы на практически все свои вопросы... Даже получил больше... Получил тактику, получил стратегию общую... Так что свой опыт... Ну, оцениваю очень крайне положительно... Я собираюсь... В дальнейшем посещать... Российский комитет рабочих... Если буду также делегирован от своего коллектива... Я думаю, мой коллектив меня поддержит... Спасибо... Гиль Павел Юрьевич... Следующий соревнования 4-я ряда... Самарская ГРЭС... Город Самара... Уже... Неочередной раз посещаю Российский комитет рабочих... И когда первый раз я приезжал... То... Чувствовал себя очень волнительно... Сейчас я стою спокойно и говорю с вами... И понимаю, что нахожусь в месте, где... Прогрессивные рабочие борются за... То, чтобы в будущем... Наше будущее... Нашей страны... Да и будущее всего мира... Было достойным... Человека труда... Комитет прошел замечательно... И надеюсь, что остальные комитеты... Также будут проходить... Спасибо... Здравствуйте, товарищи... Максим Заварин... Тюмень... Водитель автобуса... Сопредседатель профсоюза движения... Первый раз на АКР... Ну, я не делегат с решающим голосом... Но, тем не менее, приехал... И поделиться своим небольшим опытом... Ну, и... Также... Набраться опыта... Вот... Я, наверное... Все записи РКР смотрел... Которые есть... Вот... Поэтому, в принципе... Вот эту официальную часть... Я представлял, как себе все это происходит... Вот... Меня особо впечатлило то, что... Не входит в эту официальную часть... И вот это неформальное общение между нами... То есть, обмен опытом... Вот это... Кто что... Предпринимал... И так далее... То есть, вот это тоже играет большую роль... В этом мероприятии... Поэтому, хочется еще сказать... Огромное спасибо... Организаторам... Этого мероприятия... Потому что, если бы ни этого не было... Вот... Так что, им за... Грамотную подготовку... Это всего... Большое спасибо... Спасибо... И всем большое спасибо... Сонин Евгений Вячеславович... Рабочий ЗНК... Город Кашира... Вот... Считаю РКР... Одной из лучших площадок... Вот... И... После каждого моего приезда сюда... То есть, его... На том... Я... Выступал... О том, что на нашем предприятии течет крыша... Вот... После приезда... С РКР... То есть, через две недели... Нас... Покрыли... Крышу... Хотя... До этого... Как-то... Даже ничего и не говорили... То есть, я считаю... Плодотворную работу... Российского комитета рабочих... Да... И считаю, что... Она... Она... На что-то влияет... Вот... А не просто, что мы поговорили... Разъехались... И все... То есть, считаю... Площадка одной из лучших... Спасибо также организаторам... Товарищу Кальвету... Александру Владимировичу Золотову... Всем огромное спасибо... Товарищи... Пастухов Илья Андреевич... Город Ижевск... Завод строительных материалов... Альтаир... Приехал... Российский комитет рабочих... Впервые... На заводе работаю... Довольно... Недолго... Меньше года... Но... С момента, как пришел... Увидел... Какие... Очень... Плохие условия на заводе... Насколько... Возмущены... Рабочие заводы... Как они недовольны всем... Я... Признателен им... Что они... Доверили мне... Приехать сюда... Пообщаться... Обменяться опытом... Послушать... Те, кто уже борется давно... Чего-то уже достиг... Добился... В борьбе... Вот... И я... Рад... Что мне удалось... Добраться... И... Послушать... Как бы... Предателям всем... Рабочим других заводов... Кто... Рассказал... Об своих успехах... О том... Что они делали... Как они делали... Как они добивались... Этот опыт... Ценен... Я... Как бы... Послушал... Запомнил... Постараюсь... Как бы... Вычинить то... Что... Поможет нам... Именно в нашем заводе... Добиться... Улучшения условий... Туда... Спасибо... Меня зовут Никита... Я... Слесарь... ТТУ... Самарском... Ну... Я хочу выразить... Благодарность... Членам Рабочей Партии России... Поскольку... Мне тут... Понадобилась... Срочная операция... В связи с тем... Что у меня... Временный недопуск на работу... По Варикозу... А коем... В свою очередь... Выяснилось... Из-за того... Что я просто стал... В администрацию... И спрашивать... Там документы... Которые мне и так полагаются... По закону... Ну... И вдруг... Внезапно выяснилось... Что... До этого... С февраля... У меня был Варикоз... И при принятии на работу... И всем было наплевать... В течении года... То вдруг... Я стал спрашивать документы... И всем сразу стало интересно... Пришлось сделать операцию... За 51 тысяча рублей... Больше половины... Мне... Помогли собраться... Партийцы... Это... Первый раз... Я встречаю... Такого числа людей... Такую... Отзывчивость... Вот... И... Вот тут видна... Реальная помощь... В данном случае... Понадобилась материальная поддержка... Ее партия оказала... Я считаю... Это большой показатель... Это... Когда работодатель... Откровенно манкирует... Там... Своими... Или направляет... По дальним путям... Там... Тебя... В обход... В обход... Да... То есть... Ну... Он говорит... Ну вот я... Мы... Конечно... Все готовы... Все это... В сговоре... Со здравоохранением... Разумеется... Происходит... Тебя отправят... На бесплатную операцию... А это... В октябре... Ты записываешься на ноябрь... А операция... Где-нибудь еще... Через три месяца... То есть... Рука руку моет... Буржуазные... Ручки... Они вот так... Так что... Здесь мы вот... Немножко... Хотя бы хоть какой-то... Позитивный результат... У нас все-таки... Получился... Вот... За что... Всем спасибо большое... Вот... Что хотел бы сказать... Я думаю... У меня так просто... Оттуда все-таки... Будем... Будем разбираться... Да... Будем бороться... Да... Вследствие... Станции по ремонту автомобилей... Самарской области... Макаров Андрей... Первый раз на РКР... Тоже... От официальной... Официальная часть... Которую видел... Она не такое впечатление проявляет... А... Больше конечно то... За официальной частью... Это... Больше познавателем... Наверное... И больше... Узнаешь... О борьбе рабочих... За свои интересы... Считаю... Площадка... Очень полезная... Для... Рабочих... Спасибо... Гордина Максим Владимирович... Слесарь... Ремонт подвижного состава... Приезжаю сюда... Пятый раз... Уже по-моему... И вот... Очень интересно... Замечать... Как меняется... Отношение людей... Потому что... В коллективе... Именно в моем... Производственном коллективе... Сначала... Ну... Не было проблем... Там собрать... Пять подписей... Да... Делегирование... Пошел... Рассказал... Кто... Но коллектив большой... И... К... Коллегам подходишь... Они... Некоторые... Типа... Ничего... Это все фигня... Кто-то ввязался... Вот... Кто-то понимает и подписывает... Но... Есть люди... Которые принципиально... Прям... Были... Против... Подписывать... И так далее... А... Сейчас... Уже... Когда я ехал... Пятый раз... Они уже... Относились так... Вот... Приехал... Рассказал... Один раз... Что произошло... Приехал... Рассказал... Третий... Сейчас уже... Люди... Подписывают... Даже те... Кто раньше... Был... Абсолютно... Против... Там... Ни во что... Не хотел увязываться... И так далее... Вот... Один теперь уже... Понимают... Давай... Да... Приедешь... Расскажешь... Давай... Подпишу... Такое отношение... Людей... Самого коллектива... Постоянно... В положительную сторону... Меняется... Каждый раз... Получаем... Новую информацию... Каждый раз... Получаем... Новые... Задачи... Для... Развития... Своего... Профсоюза... Своих... Товарищей... Которые... Вот... То есть... Какими методами бороться... Какие нюансы могут быть... Где... Как надо защититься... Как надо... К чему надо подготовиться... Каждый раз... Это все более глубоко... Интересно... Раскрывается... Вот... Поэтому... Призываю всех... Рабочих... Кто... Просто даже... Проявляет интерес... Сюда приехать... Здесь... Намного больше... То есть... Как говорят... Подводная часть айсберга... Намного больше... То и официальной части... Которая здесь звучит... Вот... Можно задать вопросы... О конкретном своем положении... Конкретном своем предприятии... С товарищами... Пообщаться... Вплоть до того... Чтобы... Аналогичные предприятия... Где уже... Какие-то такие действия... Проводились... Вот... Все... Спасибо... Кулаков... Внутри... Слесарь-сборщик... Ульяновский автомобильный завод... На нашем предприятии... Никакой... Союзной организации... Нету... Боевой... Настоящей... Вот... Вот... За опытом... И... Собственно говоря... Получили... Какие-то основные направления... Для... Для... Для работы... В коллективе... Ну... Соответственно... Благодарен... Товарищам... Делегатам... На... То... Что... Поделились... Опытом... Как... Они борются... За... Права... Трудящихся... На своих... Предприятиях... Спасибо... Спасибо... Максим Котов... Оператор-комплектовщик... Ну... Я хочу присоединиться... Тоже... Коротко... С тем... Словам... Которые озвучены... По поводу... Неформального общения... За стенами... Обмен опытом... Это... Конечно... Очень... Самое ценное... Помимо... Постановления... Которые мы принимаем... То... Что мы... Здесь... Имеем возможность... Друг с другом... Обсудить... Разнообразные... Семные вопросы... И получить на них... Какие-то ответы... От тех... Кто с ними... Уже встречался... И как-то решал... И это... Очень полезно... И позитивно... Спасибо... Меня зовут... Егорчик Михаил Анатольевич... Я... Следствие из ПМИ... Вот сейчас... В данный момент... Я работаю над проектом... Коллективного договора... Над созданием проекта... Коллективного договора... Ну... Это... Конечно... Все благодаря... Российскому комитету... Рабочему... Спасибо организаторам... Что... Собирают людей... Которые... Делятся... Своими знаниями... Опытом... Это... Очень... Ну... Спасибо всем... Кузнецов... Город Ленинград... Стоколь... ЛП технология... Контор называется... Приезжаю сюда не первый раз... Каждый раз... Убеждаюсь, что... Приезжаю сюда не зря... Потому что вижу здесь... Самых передовых рабочих... Вижу здесь... Авангард... Рабочего класса... Учусь у них... И... Так сказать... То, что сам... Свои скудные знания... Пытаюсь как-то так... Довести... До других... Вот... Ну... Времени мало... Хочется сказать много... Поэтому... Наверное... Все... Но если еще только пару слов... О съезде... Вам... Наверное... Интересно... Мнение человека... Не надо... Другой партии... Другой партии... Ладно... Не точила бы зуб... Вот... Но все равно... Я буду приезжать сюда... На эти комитеты... Буду выступать... Буду говорить свои слова... Вот... И... Все-таки... Если даже рабочие... Не хотят меня в чем-то поддерживать... Но я думаю... Что... Вот этот авангард... Который у нас есть... Когда-нибудь... Все-таки... Вот... А... Я забыл представиться... Я... Электрогазосварщик... Кировского завода... Вот... Я думаю... Когда-нибудь... Меня все-таки... Услышат... Я думаю... Что мы... В чем-то... Одержим... Нашу победу... Вот... Наши профсоюзы... Борьба за справедливость... Будет продолжаться... Городикой Евгений... Ленинград... Свесарь сборщик... Тоже... Несколько раз участвую... Приехаю сюда... Вот... Хочется отметить... Что... Градус работы... Повышается... Особенно эмоциональный... Эффективность работы... Становится... Меньше... Пауз... Негде... В общем... И... Все только улучшается... С каждым разом... Спасибо... Саня Николай... Водитель... АО Каламяшская... Самый главный острый вопрос... Сейчас у нас... На предприятии... Это... Ну... Просто подходит... И спрашивает... Коля... Как вернуть вредность... Здесь разбирался... Этот вопрос... Есть чего сказать... Товарищем... Частного производства... Ну... И... Вообще... Интересная... Площадка... Много опыта... Спасибо... Что... Есть... У нас... Такие собрания... Люди могут сейчас... Обмениться опытом... И... Главное... Можно научиться... Ставить... Свои требования... Понять... В чем они заключаются... И... Соответственно... Предъявлять их... Предъявлять их... Работодателю... Это самое главное... Просто подходить... И... Плакать... А... Верните... Вредности... Это... Не требование... Вот так... Спасибо... Ну... Я закончу... Первый раз... На российском комитете рабочих... Это... Большое теперь... Подспорье... Наконец-то я попал сюда... И... Есть мне... Чем поделиться... Опытом своим... Есть... Что... Перенять у товарищей... Самое главное... Что... Вместе мы силой... Вместе мы добьемся... Победы... Вот... Потому что... Капиталисты... Это... Они... На позициях... Защищающихся... На... Вот... Просто... Еще не... Не все... Мы осознали... Что... Сила за нами... Что... У нас... Нет... Ни... Какой другой... Возможность... Как... Атаковать их... То есть... Мы еще... Вежливо... К ним... Себя ведем... Вот... Вот... Товарищем... Товарищем... Рабочим... И... Как всегда... Вот... После... Российского комитета рабочих... Как-то наполняешься... Вот... Такой силой... Силой духа... Вот... Это очень... Поможет... В своей... В своей борьбе... Этот опыт... В своем предприятии... Вот... Знаю... Что... У нас уже... Есть здесь... Такой коллектив... Который борется... Авангард... Вот... Чувствовать... Плечо... Товарищей... Вспоминать... Ваши высказывания... Они все... Все очень... Пригодятся... Вот... И... Давайте... Продолжать дальше... Эту... Традицию... Потому что в такой борьбе... Победить можно только... Объединившись... Всем... Всем миром... Как говорится... Рабочим... Собраться... Единый кулак... Вот... И... Процесс идет... И... Это видно... Что... Действительно... Мы... Растем... Растем... Вот... И... Укрепляемся... В своей борьбе... Вот... И... Пожелать... Ничего... Ничего... Дальнейших... Успехов... В борьбе... Товарищи... Горбушкин Сергей... Я... Я... Город Митросталь... Я... Хочу сказать... Что... Российский Мидид Рабочих... Это... Единственное... По крайней мере... Других... Не знаю... Мест... Где... В России... Где собираются рабочие... И... Обсуждают... Свои проблемы... И... Пути их решения... Мы все знаем... Что... Претроположная сторона... Капиталисты... Наниматели... Они давно уже все объединились... И... Давно... Эффективно... И успешно эксплуатируют... Рабочий класс... И... Ухудшается положение рабочего класса... И... На Российском Мидиде Рабочих... Пока у нас есть такая возможность... Пока нам никто не мешает... Пока есть... Консультанты научные... Нужно не ждать... Не думать... Что... Пронесет... Что моя хата с краю... Нужно приезжать на Российский Мидиде Рабочих... Организовывать... Рабочие коллективы все на предприятии... Выяснять... Что проблемы у всех одинаковые... И решить соответственно можно их... Одинаково... Всем объединившись... Так что... Все товарищи рабочие... Приезжайте на Российский Мидиде Рабочих... На заседание... И... Будем работать... Калит Валентин... Рабочий... Электромонтер... Сопредседатель Российского Комитета Рабочих... Хотелось бы... Поблагодарить всех участников... Которые... Оставили свои... Частные... Какие-то дела... И приехали сюда... Которые готовы... На сегодняшний день... Решать... Те проблемы... С которыми они сталкиваются... У себя на предприятии... Все прекрасно понимают... Что основную часть жизни... Мы проводим на работе... И... Реша... Решая эти проблемы... Нам... Будет удаваться... Улучшить... Условия труда... На самом деле... Показать то... Что... Вернуть уважение... К человеку труда... Ну и... Все прекрасно... Уже... Отозвались... О нашем семинаре... Мы знаем... Что... Делаем свое дело... Не просто так... Враг будет разбит... Победа будет за нами... Спасибо... Так... Уважаемые товарищи... И... В заключении... Ну как бы... Закрытие... Нашего... Семинара... Исполняется уже... Гимн российского комитета рабочих... Кто знает... Прошу петь... Зор종ской Ильи... Со временем... Кто не знает... Кто не знает... Можно... Телефон подглядывать... В Волге Широкой... Астрелки далёкой... Гудками кого-то зовёт Паракос... Под городом горьим... Где ясные... Зорьки... В рабочем поселке подруга живет. По городам горьким, где ясные зорьки, В рабочем поселке подруга живет. В рубашке нарядной, своей ненаглядной, Спешил объяснить за хороший дружок. Вчера говорила, навек полюбила, А нынче не вышла назначенный срок. Вчера говорила, навек полюбила, А нынче не вышла назначенный срок. Свидание забыто над книгой раскрытой, Сложнилась, смотрю, в огне золотом, До утренней смены, до первой сирены, Шуршат осторожно шаги под окном. До утренней смены, до первой сирены, Шуршат осторожно шаги под окном. О летние ночи, буксирах у дочки, Торонь весовая не хочет уйти, Но девушек краше, чем сормове нашим, Ему никогда и нигде не найти. Но девушек краше, чем сормове нашим, Ему никогда и нигде не найти. А утром в холода родного завода Влюбленному девушкам встретится вновь. И скажет немало, я книжек читала, Но нет еще книжек про нашу любовь. И скажет немало, я книжек читала, Но нет еще книжек про нашу любовь. На Волге широкой, на Стрелке далекой, Гудка никого-то зовет пароход. Под городом горьким, где ясные зорьки, В рабочем поселке подруга живет. Под городом горьким, где ясные зорьки, В рабочем поселке подруга живет. Всем спасибо! ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ